На сегодняшний день проблема определения биологического возраста является одной из ключевых проблем в геронтологии. Существующие методы, которые есть на данный момент, являются инструментальными и определяются по умственной и физической работоспособности. Наш метод основан на определении биологического возраста на основании общего анализа крови и биохимических показателей. Среди параметров, которые определяет гемоанализатор, существуют следующие лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, содержание тромбоцитов, а также эритроцитарные индексы. Объем эритроцита, содержание гемоглобина в одном эритроците и концентрация гемоглобина в одном эритроците. Последние индексы позволяют четко и быстро определить тип анемического состояния, если он присутствует. Биохимический отдел оснащен биохимическим анализатором производства Японии. От аналогичных моделей такого типа этот прибор отличается быстрой производительностью, которая позволяет определять 24 показателя за 2 минуты и общей производительностью 240 анализов в час. В результате полученных данных на этих двух приборах мы определяем биологический возраст по формуле, которая была выведена русскими учеными в городе Перми. В состав этой формулы входит содержание общего белка, мочевины и креатинина. И из общего анализа крови также входит скорость остания эритроцитов и количество моноцитов. По полученному числу биологического возраста можно определить темпы старения человека, может быть, оно или замедленным, или ускоренным. В зависимости от этого уже идет определенный индивидуальный подход к каждому больному. Геронтология не может за допомогою якого-небудь аппарату повернути людині молодость. Кожен повинен прагнути до такого способа життя, який би повільнював темп старения. Нам необходимо повысить адаптацию организма человека, предупредить возможность инвалютивных нарушений в жизни пациента. Нам необходимо в обязательном порядке подобрать те подходы к продолжению жизни пациента, которые необходимы для данного индивидуума, а не в целом для данной популяции. Мы занимаемся лечением и обследованием людей пожилого возраста. Пожилой возраст – это люди от 60 до 75 лет. И люди преклонного возраста от 75 до 90, и столько, сколько они будут жить. Люди пожилого возраста нуждаются в обязательном обследовании, в обязательном лечении имеющихся заболеваний. Учитывая, что социальная защита наших пожилых людей не соответствует желаемому тому, что должно было быть, поэтому каждый человек должен знать, что он имеет возможность обратиться в больницу, в частности, обследоваться ежегодно. Наши пожилые лица, лица старческого возраста и долгожителей, к сожалению, не адаптированы в необходимой степени к реалиям нашей жизни, к воздействию внешних и внутренних факторов. Поэтому задача геронтологии – это разработка в том числе новых и научных подходов для продления активной жизненной позиции наших пациентов. Каждый человек должен сам беречь свое здоровье. Гиппократ говорил, да, многое зависит от врача, но еще большее зависит от самого человека. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, каждый человек должен хотеть, прежде всего, этого. И все делать для того, чтобы можно было активно жить не только в период рабочего времени, но и в период своего пенсионного периода, уже в более пожилом возрасте. И вы знаете, что в настоящее время многие лица, которые достигли уже возраста старше 90 лет и относятся к категории долгожителей, за рубежом активно используют свое время, пенсионное время, для повышения интеллектуальных качеств. Для нас это звучит парадокс. Но мы, врачи, должны дать информацию нашим пациентам об этом и предпринять в свою очередь все возможное для того, чтобы в нашей стране как можно больше увеличить количество активных лет с пожилого, старшего возраста и долгожителей. Ранее говорили, для того, чтобы продолжить жизнь, нужно не вкорочить его. Это, конечно, верно. Но сегодня можно ствердить еще так. Для того, чтобы жить долго, нужно активизировать процессы, что продолжают жизнь. Сучасная гарантология борется не только за количество, но и за качество жизни, за активное довголетие и оптимальный уровень здоровья. Редактор субтитров А.Семкин